Сотрудниками Хабаровской таможни и Дальневосточного полицейского главка пресечена деятельность фирмы, осуществлявшей незаконный ввоз мяса на территорию России. Компанию организовала женщина-предприниматель, занимающаяся оптовой поставкой говядины и свинины. Помимо неё в штате подставной компании числились ещё два человека – директор и специалист по внешнеэкономической деятельности. Все контракты заключались от имени этой организации. Во время обысков в офисе были найдены электронные версии поддельных документов. Это печать иностранной компании, которая осуществляла поставку мясопродукции или субпродуктов. Здесь, именно на этом компьютере, производится, так сказать, подделка подписей печати контрагента. Дополнение к внешнеторговому контракту, где присутствует вставка этой печати. В ящике стола оперативники обнаружили более десятка печатей иностранных фирм. В Бразилии что это? И бразильские фирмы здесь есть? Ну, а что делать? Ну, предположительно, эти печати используются для подтверждения стоимости декларированного товара. В таможенные органы предоставлялись документы, в которых цена мяса была значительно ниже фактической. Это позволяло и экономить на оплате пошлины. Так, например, стоимость 25-тонной партии из США была объявлена в пределах двух миллионов рублей. Проверка компьютеров фирмы показала, что в оригинальном документе эта сумма была в два раза больше. Денежные средства, предназначенные для оплаты незадекларированной части стоимости товара, злоумышленники незаконно переводили иностранным контрагентам из США, Австралии и Республики Парагвай. Сейчас в отношении преступной группы возбуждено четыре уголовных дела за контрабанду в крупном размере. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. С места происшествия Евгения Куликова по материалам Главного управления МВД по ДФО.